Всем привет! Сегодня мы будем продолжать делать NoteCut. Что я вчера попробовал? Я вчера залил новую версию. Оказалось, что у WebGL в Unity тоже есть development build, профайлер. Я как-то на это внимание не обращал. И залил я релизный билд. По точности, видимо, операции с плавающей точкой на JavaScript по-другому работают. Здесь маленько сильнее все дергается, но, в принципе, работает очень быстро для такого количества уравнений. То есть, чтобы, ну как бы, несмотря на то, что здесь непонятное месиво, здесь на самом деле вот такие вот прямоугольнички, которые связаны между собой. Здесь точка в точке. У них ограничены длины и перпендикулярность. И эта точка привязана к нулевой координате. На самом деле это достаточно много уравнений. То есть, уже какие-то простые скетчи комфортно можно чертить. Так, я сейчас скажу, сколько точно уравнений у нас присутствует здесь. Так, у меня эта сцена открыта. Вот, если точно посчитать, то это 70 уравнений. Вот здесь ту стринг, оказывается, сработал на славу. Вот. 70 уравнений и 80 неизвестных. То есть, это уже объем работы немалый. Для солвера самое главное, что в браузере он с этим справляется. Вот, несмотря на то, даже здесь он справляется на самом деле чуть похуже. И вот это вот дергание не такое активное. Может быть, с этим и связано, что он здесь маленько похуже работает. Вот. Что мы будем делать дальше? Хотелось бы сделать какой-то уже скетчер, который можно почертить и связать простейшими констрейнами. для начала сделаем. Вот у нас в скетче есть уже какие-то наброски того, как это будет выглядеть. Так. Чем необходимо заняться? У нас есть линии, у нас есть точки, нам нужно уметь их создавать. С помощью специальных инструментов каких-нибудь. Так. Возьмем, значит, PointButton и сделаем новую папку Tools и создадим новый cSharpScript Tool Toolbar и создадим новый cSharpScript Toolbar Toolbar Значит, Toolbar что будет делать? Это будет менеджер тулов Toolbar Будет забирать все компоненты Toolbar 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 Tout будет всем тут зам задавать себя что таким образом это сделать получше разберемся организуем структуру там сделаем UI-баттон у этого баттона мы конечно же саму точку заберем ставим слайсит имидж такую штуку вот в этот слайсит имидж так назовем его тулбар засунем такие штуки удалим оттуда текст засунем сюда компонент горизонтал и яутгрупп горизонтал и яутгрупп спейсинг и паддинг есть еще 5 примерно такая штука примерно такая штука так выравнивание зададим отверху не знаю потом можно будет по-другому распоряжить так 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 все тут как бы более-менее выглядит так текст distance у нас можем больше этим не заниматься здесь у нас result result пока пусть останется в этом углу так матрикс можем удалить соответственно в скетче все это distance матрикс удаляем код с этим связанный удаляем так так спускаем смотрим все отлично точку линии можем создать инструмент tool полбара ну и соответственно тут ну ну самого тула что у него будет у него будет тупо ну 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 здесь всем тулам задали тул бар тут можно что сделать актив актив вид ну 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 значит активизировать можно тул тул ну 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 Клик в листине. ToLbar.ActiveTool. Все. Ну, а ToL, как бар, как умный менеджер инструментов, должен что сделать? Активный tun. Активный толст. Где Активный? Продолжение следует... onActivate, 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 onActivate. Все, уткнули, активный. onActivate, onActivate. onActivate, onActivate. onActivate, onActivate. onActivate, onActivate. 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 Всякое такое Так Соответственно, когда мы активируем tool Он начинает у нас Называется activate, deactivate, всякое такое Вот Update Пусть у него будет он update 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 так Это чтобы у одного активного туза только вызывался update, чтобы туз прекращал всяческие действия. Ну, что еще можно желать? Вот какие коды, что ли? Вот какие коды. Так, что еще можно желать? Можно желать проверки хоткейса. Слепим этот пункт. Слепим этот пункт. Так. Теперь как отображать активный туз? Типа у кнопки есть цвет. Нет. Будем менять normal color. Нет. Нет. Нет компаний. Нет компаний. Нет компаний. Баттон. Нет такого, да? Нет. 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 Это цвета. Блюк Да что с вами такое-то? Сноутвари Как вообще работает эта штука? Так что ли? Почему по-другому-то нельзя? Ой блин, они были не в своём уме, когда это разрабатывали Наоборот Посмотрим как это будет работать Сюда добавим Toolbar В каждую из этих добавим По Tool В Point добавим HOTKEY HOTKEY BLIND Добавим HOTKEY S Проверим работоспособность С Сработает с первого раза Поинт Поинт Ну и конечно ничего не сработало Метод Метод ReturnType Сным Comfortable А Ну что тут Тоже Point Как будто Своими всякими Штуками Спортили Клик Баттон 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 Актив Туда Нот Так Тут Туда 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 Нот Нормал колон Бл Активируем Тигр бультузу. Всё. Point button. Вот мой color должен быть. Только не говорите, что обратно надо записать эту хрень. Вы же понимаете, какой-то привет. Что потом говорите на Unity? Такое. Такое, короче. Ну, хоть стало сильненьким. Перестало быть сильненьким. Я знаю почему-то. Нужно этот Navigation убрать. У них такой баг есть. Точка, 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 точка. Отлично. Так. Заготовку для системы турбара сделали. Хоткей проверить сразу. Point. Lime. Point, Lime. Идеально. Так. Хоткей сделали. Так. Так. Что дальше? Что дальше? Делаем первый турб для кнопки. О, для точек. Значит, тут у зал должна быть функция. Где мы там делали вот эту вот штуку? Которая в Point Entity вся фигня. Так. Вот в Point Behavior. Всю эту штуку с GetMouth. Она должна быть где-то явно не в этом месте. Будет в туле пока. Потом мы ее постепенно в нужное место запихаем. Она должна быть вообще в Sketch Editor. У нас будет потом Sketch Editor. Отдельная штука, которая управлять будет редактированием Sketch. Пусть пока такая будет. Пусть пока такая будет. Так. Кому она теперь нужна нам? Она нужна вот здесь. Тут Mouth Pulse. Здесь тут Mouth Pulse. Здесь тут Mouth Pulse. Так. наверняка она еще нужна line-behavior в том же виде так вот делаем первый тул делаем наследник так то конечно по науке сделать я имею ввиду позиции здесь может быть на самом деле кликнули на какой-то entity очень красивая вещь получается так 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 почему мы сами проверяем клик это потому что этот клик например может быть его гуи может быть куда угодно мы должны все это проверить перед тем как называть так а чтубар пока будет обрабатывать клики в апдейте если input что-нибудь get то пока да сделаем есть так так Продолжение следует... 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 Тут хочется уже расширить функциональность, а именно ввести. Типа left-click, так, нет, он клик, потому что отмена туза это будет у нас встроено. Он клик, он и, соответственно, entity, над которым двигаем. Ну да, показывает, что он там что-то может к нему привязать. Так, какую-нибудь штуку. Контекстную попробуем, давайте, сделать. Здесь, по-моему, есть он маус. Всякое такое. Он маус маус. Не знаю, попробуем. Но он, наверное, не будет с ними конфликтовать. Так, что это будет? Это просто будет в апдейте. Тут парик просто в апдейте будет вызываться. Покажем, что каждый кадр. Тут. Тут. Маус. Покажем. Тут. Маус. Покажем. Тут. Маус. Покажем. Маус. 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 Так. Куршинт. След Куршинт. Я говорю, ну. Куршинт. Третья. Третья. Сетпозит. Вот. Ткнули, создали линию. Дерегли на вторую точку. Ткнули, создали линию. Дерегли на вторую точку. В турбаре. В турбаре. В турбаре вы обдаете. если с 1 можно конечно же на при лайф тут идеально Вернее нет, то есть вариант поставить промежуток. А заточку они уже не таскаются, потому что они у нас в скетче добавлены, но в уравнение не попадают. И эту проблему тоже нужно решить. Давайте решим ее. По идее скетч должен сам для себя составлять уравнение. Значит, абстрактный класс entity. Должен обеспечивать возможность перечисления своих параметров и уравнений. Но не обязательно. От параметров. Система коллекция инженерика. Могут быть параметры. А могут не быть. У него могут быть уравнения. Могут не быть. Он может на лету выдумывать. А может кошеливать. Все что угодно. Паблик. 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 Параметры. 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 Три параметры. Три параметра. Уравнений нет. Каждое entity может делать уравнения. как только мы в скетч добавляем если entity s contains e, return entity s adb e sys здесь reach varp in e parameters sys add parameter нет а если он на ходу выдумывает эти уравнения уже не можно все хранить поэтому мы делаем update system а ну там sys dirty dirty boot sys dirty sys dirty sys dirty в апдейте здесь update system update system если не sys dirty питания update system sys sys парамерс да еще я и и и и и и и и и короче все это нулям сделал так и теперь equation system и на скетч доходим здесь не забыть курс здесь здесь нужно все все сделать for each var var y параметры Сисад параметр герман. For each var E in. In E equations. Сисад equation AP. DATE SYSTEM получается. Таким образом, мы должны получить систему, которая все делает OK. То есть, если мы вот здесь что-то делаем, createRectangle, например, добавляя уже вот эти параметры, нам их не надо добавлять. Они у нас должны с томатом добавиться. А уравнения у нас, конечно же, разрушились. 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 все отлично у нас получается сейчас есть система между кликами можно как-то так прокликнуть в line тули он клик ну давайте сделаем если есть то же самое с ну вот уже нет такого эффекта все можем двигать идеально круто так О, косяк сразу первый. О, косяк. О, косяк. О, косяк. О, косяк. О, косяк. О, косяк. Точки. Точки тоже никто, они все забыли задать хоткей. О, косяк. О, косяк. О, косяк. О, косяк. О, косяк. Можно отчасти вот эту штуку уже, генератор скетча. все равно мало почему мерцает у нас это в нуле координаты сразу создаем по клику потому что она в апдейте только потом подхватывает свои положения это все ребята отличная штука но вернее не очень хорошая штука такая как скрипт экзекушен ордер сначала тут бар работает потом работает tool потом работает point behavior потом работает line behavior и в этом случае у нас все будет без косяков да как так то тут бар в апдейте работает они же типа должны самый последний обновился в апдейте здесь в апдейте все ну сейчас вот обновился и Update, 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 такое выставить все положения. Потом SketchUpdate. Потом только вот эта вся херня. Да, наверное, надо SketchUpdate. Так, после Tool, Toolbar, Tool, Sketch. SketchUpdate. Что еще там есть-то? Ну то все можно даже не учитывать. Все равно он как-то успевает один кадр проскочить. Скочить. Ну и фиксим. Не будем на это время так. Тупая достаточно вещь. Потом разберусь. Так. Toolz работают. Отмена на правую кнопку работают. Hotkey работают. Все классно. Нету только теперь получается Constrainer. Constrainer. Вот. Но Constrainer будут в следующей серии. Здесь, я думаю, уже на сегодня, хотя час четырнадцать, мы основу сделали. Я думаю, мы сделаем и Constrainer сегодня. Так. PointLineLineButton. Для Constrainer нету вообще ничего. Поэтому мы создаем папочку. Constraint. 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 Создаем. Constraint. Constraint. Заходим в entity. На самом деле, вот у нас есть с вами entity. У него есть параметры уравнения. У той фигни тоже есть параметры уравнения. Поэтому мы сделаем на самом деле скетчи C-Sharp script скетч Как же назвать то? скетч Entity скетч Обжект скетч Обжект это у нас будет такая штука сказал типа .... скетч 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 Продолжение следует... 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 Инсидент, правильно написано, это простой constraint, у которого exp-вектор, уравнение будет, у которого будет конструктор points-coincident, ну constraint тоже должен в скетч добавляться, ну как там, скетч, скамп, скамп, паблик скетч, его может только нет говорят, вот так можно делать, это не больно, на самом деле для этого и нужен скетч обжиг был, чтобы это все сделать там, интерфейсы бесполезные штуки, да и никаких абстрактов, паблик класс просто, да и все так, 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 перемену и все смотрим, как хрен со мной Субтитры делал DimaTorzok все, constraints, sketch, object если кто-то напишет, что интересно не могу не написать параметры уголовнений паблик параметры вот это можно не писать вот это должен писать баллы констриент от констриент баллы констриент баллы констриент так сам строительства если сантит тоже sketch object скетч здесь скетч 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 от entities здесь должны быть constrain скетч все есть Продолжение следует... 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 нет даже сэкономить можем что-то такое надо написать, правильно? exp равно menu exp здесь все теперь где-то есть exp double как бы сделать так то, чтобы public static implicit exp нельзя вот так вот делать нужно просто сделать вот здесь exp exp и 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 Делаем совпадение точек. Попробуем дальше. Такие свойства у нас будут. Прочитать можем, а переделать нет, чтобы попроще было. Теперь, чтобы вся эта система работала в тузах, нам нужно уметь определять выбранный элемент. Выбранный элемент определяется с помощью PowerPointBehavor. В чем его смысл? У него есть там onMouseDown, onMouseUp, onMouseDrag. Пока мы трогать это не будем, мы будем SketchInstance, onMouseMove, скажем, задавать. Ховерит. Сделаем ховерит элемент. publicIntity. Ховерит. и сделаем здесь onMouseEnter. onMouseEnter. sketch instance ховерит равен this upon onMouseExit если sketch instance ховерит равен this onMouseExit point иначе сбрасываем если мы одно now если мы другое выделили, например да так теперь нам надо отображение какое-то сделать каким-то образом нам нужно отсветить тут есть, например, такие варианты, как start color color 4 color no beta component renderer здесь 2 4 5 5 6 и 5 5 и 5 6 и и 2 ел Здесь, конечно, нужно вот здесь сделать все. Стихо уверит. Так, а если нам все нужно сделать, то мы должны сделать всю эту фигню. Значит, какую фигню? Валю. Валю. И вот эту всю фигню. Валю. 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 где-то компонент материал о можно же так делать красота не равно 0, материал, не равно mat r when component вернее hovered не может быть component r r material r share material можно же вот так красота а здесь теперь если здесь можно видеть раминал та же хрень только здесь камер здесь все происходит здесь enter сработало а exit не срабатывает так так текст сработало и 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 по нет это форм тоже Продолжение следует... Давайте все, блин, пока будет какое-нибудь белое, хотя хрен знает, может и сделаю сейчас. Так, ладно, пока не буду делать. Посмотрим, как это работает просто. Так, ладно. Так-то вроде бы это работает. Можем выделять. Попробуем. Можем выделять. Можем выделять. Можем выделять. Это вся проблема. Можем выделять. Можем выделять. Можем выделять. ДАК Теперь нам нужно, чтобы все эти вещи попадали в тузы. Чтобы они попадали в тузы, нам нужно все это передать в тузы. Здесь в тузы есть кнопка Моус move sketch instance hovered Здесь есть клик sketch instance hovered Делаем новый туз Туз Create C-Sharp script pc points coincident Следуем тут за ДИНАМИ ДИНАМИ П зазор ДИНАМИ ДИНАМИ – ДИНАМИ Продолжение следует... 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 Прошу прощения. Так, 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 на чем я остановился, сейчас мы наделаем, раз уже взялись, point coincident, а потом надо будет на работу идти, так, point coincident, tool, public, protected, кто-то придерживает, он клик, entity point, или point entity point, entity point, entity point, entity point, он клик, entity, так, если, entity, point entity, если, не entity, point entity, если, не равно, ну, тогда мы должны просто, point coincident, constraint, так, если, entity, равно, now, return, viewpoint coincident, p, p, 0, так, sketch instance, p0, entity, s, p, s, равно, entity, s, point, entity, 0, p, t, все, прекрасно создали скетч, с, coincident, constraint, который, себя в скетч, добавит, так, иначе, иначе, не будем, p1 называть, а просто, p, иначе, p, 0, равно, p, здесь, короче, 0, 0, равно, 0, также, detected, by до до х вот так Получается у нас P0, P1 раз, опять с 0 начинаем P0, P1 раз, отлично. Добавляем еще одну кнопку. Добавляем еще одну кнопку. Добавляем еще одну кнопку. Здесь будут Entity, здесь будут Constraints. Добавляем еще одну кнопку. Вот, конечно, тут. Попробуем соединить. Прежде всего проверим Constraint. Там, где у нас line tool, нам нужно... Если Constraint не равно now, нам нужно... U в конце. Point. 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 Смотрим, как это работает. От constraint sysdirty Давайте посмотрим Никак не работает Отлично 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 Присоединяем Кангл Отлично 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 сюда давайте я же не туда написал-то все отлично теперь они все стыкуются также мы теперь можем чертить две разные линии включить отлично теперь у нас есть constrain point coincident ну и завершающим этапом сегодня наверное следует создать constrain point coincident простой создадим constrain distance point coincident для мерчика и зайдем в point distance сделаем distance вот constrain будет выглядеть как P1 минус P0 P1 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 . . Магнитуде Это Value Constraint На самом деле Value Constraint Магнитуде 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 А Value У нас Паблика Это Value 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 Ну и Нет Position Минус П1 Нет Position Все Это Конечно же Магнитуде Так Все это Магнитуде Все Здесь у нас Отлично Берем Дублируем Tool Point Coincident Tool Just Делаем Distance Tool Потому что мы можем между разными идти делать дистанции Так И Distance Tool Distance Все Принципе Наверное Достаточно Достаточно Distance Уровень И Лис Делаем Диск Кнопки Должен быть Стан Диск Диск Кнопки Диск Отлично Диск Класс Тринк Диск Продолжение следует... 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 Так, сегодня мы сделали отличную основу для солвера, для скетчера. Сделали тузы, которые работают, они даже переключаются, классно. Расстояние между точками создается. Все работает. Так, в следующей серии мы, наверное, будем работать дальше над constrain, над солвером, чтобы он не тормозил, когда мы много вот так делаем, всяких вещей, не связанных уравнениями. Будем дальше работать над системой инструментов. Ну, я думаю, что на сегодня хватит. Всем спасибо, кто смотрел. На канал не подписывайтесь, потому что, если вы это смотрите, скорее всего, вы уже подписаны. Всем спасибо, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok